Трудные места Трудненькое местечко, вторая глава, первого послания к висалоникийцам, стих 18. «И потому мы, я, Павел, раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здравствуйте, пожалуйста, это что? Павел как бы у сатаны разрешение спрашивает, можно прийти к висалоникийцам, нельзя? Как? Он ему подчиняется? Ну, нет, конечно. Давайте сначала уточним, что, собственно, происходит. А Фессалоники или Салоники, более распространенное сегодня название, город на севере нынешней Греции, тогда это все называлось провинцией Македония. Сегодня, кстати, вот Северная Македония, Славянская Республика и Греция спорят о том, кому принадлежит право на территорию, называемую Македонией. А в древности это была большая римская провинция, она включала в себя и современную Грецию, и современную Македонию. Северную, некоторые окрестные земли. Павел там был, и в книге «Деяния» это довольно подробно описано, 17 глава, в этом городе он стал своего рода базой Павла в его проповеди на тем, что мы сегодня называем европейском континенте. Очень хорошо там все у него получилось, в общем, редкий случай. И возникла община, община, состоящая в основном из эллинов, то есть из грекоязычных людей, а не иудеев. Но, конечно, было некоторое сопротивление, как это бывало во многих местах. 17 глава «Деяния», не буду пересказывать. А местная иудейская община очень возмутилась, и ей совершенно не понравилось проповедь Павла. Павел там жил в доме Ясона, греческое имя, но человек, видимо, такой достаточно состоятельный, который мог ему оказать гостеприимство. Но городские власти, они, как всегда, не хотят, чтобы были какие-то волнения, смущения, чтобы все было тихо и гладко. А главный способ добиться того, чтобы было тихо и гладко, это кого попало наказать и выслать из города всех, кто не понравился. Например, Павла. То есть у него действительно были проблемы с местными властями. Так тогда при чем здесь сатана? Власти не дают приехать. А, это он, наверное, пишет, ну, чтобы, знаете, как бы не злить. Вдруг письмо попадет в руки местных фессалоникийских властей, и они поймут, что вот это он о них так плохо отзывается, и потом будут проблемы. Нет. А может быть, иудейская община так называется, да, поскольку она была явным противником Павла. Вот ее он так зовет. Ну, слушайте, много раз у Павла возникали проблемы со своими соплеменниками, иудеями, которые не хотели принимать его проповеди, и нигде он их так не называет. Более того, есть довольно много мест, где он очень хорошо отзывается о своем народе, который он любит. Это естественное свойство человека — любить свой народ, и уж не обзывать его такими ужасными словами. Тогда что, просто обстоятельства? Сатана, который действует через местные власти, через каких-то еще недоброжелателей, сатана тем самым препятствует Павлу в проповеди. А на что же тогда Христос? Если сатана может взять да воспрепятствовать. Вот так, хоп, и чего сатана не хочет, этого не случится. Тогда он, простите, равен Богу по своей силе? Что-то мы не туда пришли. Или это такое, знаете, оправдание. Такой ленивый, но религиозный человек будет вечно говорить, меня бес попутал, мне там сатана не дал выполнить мое обещание. Все криво косо, но это не я виноват, это нечистые духи меня сподвигли. Павел, я бы к вам, конечно, пришел, вот сатана мне не дает, извините, пожалуйста, ничего не получилось. Тоже какой-то бред, да? Вот никак не удается это адекватно понять так, чтобы все было хорошо, так, чтобы не вызывало возражения. Слушайте, а может быть, сатана здесь не такая уж и особая личность? Вот еврейское слово, а Павел вообще-то еврей, напомню, еврейское слово сатана означает противник, враг. Причем не всегда оно имеет какое-то высокое богословское значение. Это противник на войне, например, да, это противник в суде. Ну, нет, ну, конечно, мы не любим тех, кто с нами судится, особенно тех, кто с нами воюет, это понятное дело, мы их не очень-то приветствуем. Но считать их равноценными дьяволу, князю тьмы, наверное, немножко слишком, да? Может быть, как-то можно помягче о них сказать, чем называть их сатаной. Но если речь идет о том, что есть какое-то сопротивление замыслам Павла, то вместо того, чтобы обвинять конкретных людей, сказать, власти у вас плохие, смените власти. Иудеи мне не дают, изгоните иудеев. Вот какие-то конкретные люди мне помешали, давайте вы их накажете, побейте там. Он говорит, есть некая сила, которая мне противоборствует. Он не объявляет кого-то конкретно носителям этой силы с тем, чтобы, ну, как потом начнут ведьм выискивать, да, и стараться от них избавиться самым жестоким способом. Он говорит, просто есть сила, которая мне противодействует, не складываются обстоятельства. Но это мы, игрушка в руке обстоятельств. Нет на это Божьей воли, можно было сказать. Люди религиозные часто так говорят. Слушайте, ну кто вы такие, чтобы определять за Бога, на что есть Его воля, на что нет? Вам ангел с небес это возвестил? Если нет, то, может быть, это просто не сложилось по разного рода причинам. И тогда Павел говорит, вот я к вам стремлюсь, но есть в мире силы, которые меня к вам не пустили. Назовем эти силы вот так кратко и условно сатаной, не будем с ними никого конкретно отождествлять. Есть моя проповедь, говорит Павел, она во имя Бога, есть то, что ей противится. И вот происходит эта борьба. И я представляю себе, что очень много людей, которые это подробно бы расписывали, очень хорошо бы поняли, что сатана это вот там или темный дух, или кто-то конкретный носитель этой темной силы. И посвятили бы этому целую проповедь. Как там, я не знаю, не надо какие-нибудь там документы получать, потому что в них печать антихриста. Не надо там слушать каких-нибудь проповедников, потому что они еретики. И не надо там делать чего-то, потому что это вот бесов те же. Да, вот огромное количество религиозных, глубоко религиозных, искренне верующих людей живут фактически вот в этом противоборстве с сатаной. И думают о нем больше, чем о чем бы то ни было. Нет, ну есть другое. Есть довольно много людей, которые считают, что это все такая мифология, это все неважно. На самом деле все хорошие, все люди добрые. Мир устроен разумно и прекрасно. Ну, это до первого обычного столкновения с жестокой реальностью. Павел пишет иначе. И раз, и два хотели прийти к вам. Он, кстати, не уточняет с кем. То есть Павел не один, но он как-то торопливо, может быть, немножко небрежно диктует свое послание. И раз, и два хотели прийти к вам. С кем не уточнил. Но воспрепятствовал нам сатана. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом у пришествия его, ибо вы слава нашей радости?» Да ну его, этого сатана. Неинтересно. Я прочитаю свой перевод, и, может быть, здесь этот его гимн прозвучит особенно ярко. Да, сатана есть, как бы мы ни определяли это существо. Да, он мешает, но это совершенно не важно. Это внешние обстоятельства. Главное другое. А мы, братья, расстались с вами и словно осиротели на некоторое время. Пусть не видим с лицом к лицу, но сердцем мы с вами и очень стараемся приблизить столь желанную личную встречу. Собирались мы к вам прийти. Я, Павел, даже не раз. То есть я не раз, но другие, может быть, пореже. Но воспрепятствовал нам сатана. Какая же еще остается у нас до дня предшествия Господа нашего Иисуса? Надежда, радость и победный венец, если не вы. Да, вы и слава наша, и радость. Сатана ее не отнимет, как бы ни старался. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...